Ассалям алейкум, дорогие друзья, с вами снова я, Злой Киргиз, канала ЭТОН-ТВ, Александр Рункин и со мной, как обычно, мой коллега, замечательный журналист, политолог и культуролог Давид Эйдельман, он же добрый бухарик. Потому что правда и качественное обсуждение стоят денег. А сейчас я хочу спросить. Мы в прошлый раз беседовали о войне России с Украиной. Мы говорили о том, что зададимся вопросом, который напрашивается. Почему, если уже полтора года, в принципе, нет изменения линии фронта? Мы говорим, ну то есть, вот украинское контрнаступление, потом отбито, там Авдеевка, Бахмут, ну это уже шутка о том, что Путин войдет в историю как великий российский деятель, который взял Авдеевку. Она бы была смешна, если бы Авдеевка не стоила столько жизни и двум сторонам. Почему, если происходит такое страшное месиво военное? Почему не заключается перемирие? Почему не заключается мир между сторонами? Но мы же понимаем с тобой, что здесь нет единого ответа для обеих сторон. Каждая из сторон не готова идти на перемирие по своим причинам. Не готова идти на перемирие на тех условиях, которые им предлагают. Ну, скажем так, Путин вообще не готов сегодня к перемирию, либо он не готов... Сегодня. Сегодня. Нет, я прошу прощения, Путин не раз озвучивает, и в принципе он уже с начала войны озвучивает достаточно похожую позицию. Похожая позиция говорит, давайте зафиксируем на линии прекращения огня. Ну, как было в Корее, и там же 38 параллель, это линия прекращения огня. Или, как, допустим, у нас в Сирии. У нас в Сирии нет мира. Мы до сих пор в Сирии находимся в состоянии войны. На линии прекращения огня мы остановились, и вот с тех пор, ну, до начала арабских революций, Сирия была самой спокойной границей для Израиля. Хотя мы с ними единственными находимся в состоянии войны. Так вот, Путин говорит, давайте зафиксируем там, где находится фронт, и по состоянию фронта, типа, сделаем разграничение. Путин говорит, это говорит. Более того, раньше, раньше он готов был на гораздо больше уступки, он готов был уйти, отступить от таких вещей, Но это было весной 22-го года. Это было до провала украинского контрнаступления. Нет, я бы сказал так. Смотри. Вот, мы видели несколько, несколько видов этой войны в соответствии с ожиданиями. Потому что, когда говорят, почему сейчас вроде бы есть ощущение, что Россия побеждает, я говорю, ровно по тем же причинам, по которым раньше было ощущение, что Украина побеждает. В соответствии с ожиданиями. Потому что меряют не по результатам, меряют по результатам, насколько они отличали... Насколько они соответствуют нашим ожиданиям. Да. А когда Макмилль, этот руководитель объединенных штабов США, говорил, что Украина продержится 3 дня, а Украина выстояла, то понятно, это выглядела победой Украины. А когда тот же Макмилль сказал, что через год Украина победит Россию, а Украина не победила, то это выглядит победой России. Мы видели, в принципе, несколько этапов этой войны, которая идет уже 2 года. Этап номер 1 – ожидание войны, нежелание думать о том, что она случится. Когда, наконец, случается вот этот шок. И дальше огромное удивление всех, я думаю, включая украинцев. Потому что достойно восхищения сопротивления украинского народа. Достойно восхищения. Но главная причина была все-таки не в сопротивлении украинцев. Главная причина была в том, как Россия наступала. То есть, словно говоря, получилась такая картина. Огромный Бугай воротила. Копник этот сказал, что он поиздевается над маленькой девочкой. Девочка сажалась к углу. Все ее бросили. Ну, понятно, что сейчас будет. Ну, тут выясняется, что Бугай делает шаг – падает сам по себе. Делает шаг – падает сам по себе. Без того, чтобы девушка вообще его… Стоп, стоп, стоп. Твое сравнение хромает. А потом выясняется, что и девочка таки немножко карате учила. И в случае чего она его еще и может врезать. Твое сравнение хромает. Нет, я… Без того, чтобы не хромать, потому что Бугай не падал сам по себе. Бугай падал, потому что он неожиданно встретил сопротивление там, где он его не ожидал. Это первое. И второе. Можно я… Секунду, я хочу очень важные вещи. Пожалуйста, дай мне зафиксировать очень важные вещи. Ты говоришь, что Путин неоднократно говорил о перемирии. Путин много чего говорит. Это еще не значит, что он этого хочет. Во-первых. И во-вторых, это не значит, что он готов будет это выполнять. Теперь продолжай. Окей. Путин, я говорю, я тебя бугаю. Путин, я говорю, что большинство российских танков, которые Россия потеряла в первые дни войны, не были сбиты украинцами. А что с ними случилось? Первое. Российские танки наступали из Белоруссии. В Белоруссии до этого момента были учения. Во время учения, опять-таки, Россия, которая готовилась к спецоперации, и она собственным войскам не давала планы. Даже Германия, которая готовилась к Белоруссии, в последний момент войскам дала планы, что они собирают делать. Россия не давала планы войскам. Поэтому, когда закончились учения, одна из причин, вот это, покажение первых дней войны, россияне, какие-нибудь младшие офицеры, старшины и так далее, сделали то, что делается всегда после окончания учений. Сливается солярка и продается местному населению. Потому что все, учения закончились, дальше надо оставить ее ровно столько, чтобы хватило до того, чтобы доехать до погрузчика. Все, очень чего. И солярку тупо стрели, а им дают приказ в бой. Идут эти танки в бой и глохнут по дороге. Не потому что украинцы их сбивают из жевелинов, а потому что в армии скрепствует коррупция. Вторая вещь, опять-таки танкам и машинам нужны GPS, чтобы двигаться. У любого шофера-шахида в Москве, таджика, есть GPS, а у российской армии не было GPS. Они сделали собственную систему, которая работала на интернете, но интернет отключали. В результате танки, у которых даже была солярка, крутились возле одной деревни, пока у них не кончалось. И отключались. И такие вещи были по всему. Это была просто неготовность российской армии была гораздо выше, чем украинское сопротивление, которое тоже очень высокое. Поэтому я и сказал, что девочка оказалась каратисткой. Опять-таки, и с теми же аэропортами, то, что все-таки Бенгс из ТРУ уговорил украинцев заминировать аэропорта и повредить их. Они смогли их повредить, они спасли Киев. Но там было еще очень много всего разного. Так вот, когда это произошло, было ощущение вау, победа. Теперь, после этого ощущения вау, победа, Путин взвыл, потому что он такой не ожидал. И Путин решил сделать то, что было вполне логично. Окей, давайте замеримся так, чтобы я имел лицо, чтобы я вышел с лицом из этой драки. Каким образом? Вы не вступите в нам. У вас нельзя будет разместить ядерное оружие. И так далее, и так далее. Какие-то вещи. Евросоюз, поэтому можете вступать в вас. Ну, то есть, что-то поделить. Именно поэтому Путин начал несколько переговоров. И на всех переговорах, в принципе, достигли определенных результатов. Мы лучше всего знаем переговоры, которые ввел Нафтали Беннет. Они, ну, такие, что они сегодня, эти условия, Украине и не снились. Там было и отступление, там было и все остальное. Там был даже вопрос, как Крыма будет решаться через 10 лет. Примерно такие же вещи были достигнуты в Турции. Примерно такие же вещи были достигнуты в Белоруссии. И, короче говоря, Украина могла выйти из этой победы победителем. Даже потеряв часть игры. Из этой войны? Из этой войны победителем. Почему? Потому, ну, после победы, которая была первые дни. Потому, что первые дни войны стопроцентная, стопроцентная победа Украины. А из-за ее героизма, из-за мудрости американских советников, из-за непреклонности Зеленского, который вдруг в первые дни войны стал похож на Черчилля, из-за неготовности российской армии, из-за коррупции России и так далее, и так далее. Много причин. Но Украина выглядела победителем. Вот ровно таким победителем когда-то выглядела в зимней войне Финляндия. Но Финляндия сразу же после того, как отбила атаку российских войск, она взяла и пошла на мир, на перемирие. И более того, она уступила России большой кусок территорий. Она уступила город Выборг, который сравнен, можно было сравнить с Хельсинки, который был не хуже, чем Хельсинки. Я все уговариваю Сашу Гуральде сделать передачу о финском опыте. Это уступило. Выборг был сравним с Хельсинки. Сегодня Выборг дыра. А, но Финляндия имела возможность всю жизнь, извините, анонировать на Выборг и мечтать о том, что она его вернет. Вместо этого Финляндия развивалась. Лучшая страна в социальном плане, лучшая страна в плане образования. В плане образования Финляндии на первом месте в мире. Технологическом, экономическом и так далее. Большое тебе спасибо. Нет, так вот я говорю, у Украины была возможность первые деньги заменить. Не кажется ли тебе, что ты совершенно точно, слово в слово, повторяешь мои ценности из предыдущей программы о том, что жители новоявленной, как бы, новой, новоростей или областей, как бы, Украины… Если они решат не боевать, а богатеть. Это принципиальное решение. Оно не идет одно за другое. Знаешь, у Макареевича есть песня «Мы хотим и этого, и того, а получаем либо это, либо то». Мы хотим и любить, и быть любимыми, а получаем либо это, либо то. Мы хотим и для денег, и для бога работать, а получаем либо это, либо то. Либо не получаем ничего не другое. Да, но для этого надо сделать стратегический выбор. Вот этот стратегический выбор стоит перед Украиной. И чтобы, что и в 22-м году она могла заключить мир на выгодных условиях, выйти из войны победителем тогда, хотя потерять часть территории и так далее. Но дальше сработала инерция. Вот покойный Глеб Павловский, который, по-моему, единственный из российских политтехнологов, уже последние месяцы постоянно говорил, что если столько-то поставлено на карты, то не может не быть войны. И я это все время думал, Глеб Олегович, что же вы? Но он оказался правым. И вдруг, когда началась война, он опять-таки прогнозировал, что вот такую неудачу и так далее, он вдруг сказал, в эфире так, оказывается, они хотят победить Россию на поле боя, но это же невозможно. То есть окончательно победить Россию, но где-то с мая, больше с августа месяца 22-го года, в августе месяце опять-таки военкоры у нас на канале докладывали, что Украина наступает со скоростью БТРа. Вот такой и России нет никаких ресурсов, чтобы их остановить. Нам это объясняли люди, которые, в отличие от нас с тобой эксперты, да, они объясняли, что вот БТРы украинские, они будут наступать дальше, и к сентябрю, к октябрю, к ноябрю украинский флаг будет на Сфальской башне, над Кремлем, будут украинские флаги. Ну, ты немножко, украинский флаг, конечно. Ну, окей, и вот, то есть Украина уже победила, но было понятно, в этот момент существовало две точки зрения, они существуют и до сих пор. Вопрос, я считаю, что обе они неправильные, вопрос ближе ты к этой, либо ближе к той. Одна точка зрения, это Россия уже проиграла, и когда она осыпется полностью, это только вопрос времени, санкции, проблемы с экономикой, и так далее, приведет ее к крушению. И вторая точка зрения, которую многие россияне мне высказывали, в основном личных разговоров, в интервью они на этой системе не хотели говорить так, более-менее откровенно, они говорили, Россия ядерная держава, Россия не может проиграть. То есть, вот проиграть она не может. Вопрос в начале, то есть, в 22-м году большинство были ближе к первой точке зрения, что Россия рано или поздно осыпется. Опять-таки, крушение российской экономики под грузом санкций предрекали все те, кто сегодня объясняют, почему это не произошло, и почему российская экономика оказалась гораздо сильнее, чем о ней думали. Окей, можно я вмешать с твоим аналогом? Во-первых, я не согласен с экспертами, которые говорят, что Россия не может проиграть на поле боя, потому что она ядерная держава. Это ложное точка зрения, и она исходит из ложного понимания понятия победа. Россия, может быть, и не может, как бы, моментально развалиться, и не может быть завоёвана, но Россия в результате этой войны, в результате санкций, в результате всего, что происходит сейчас вокруг неё, окуклится и провалится в каменный век. Она снова станет страной за железным занавесом, откуда люди будут мечтать убежать на Запад, и которая будет вечно догонять, и никогда не сможет догнать Запад ни по технике, ни по технологии, ни по уровню жизни, ни по каким показателям. Это будет, так сказать, снова станет Уганга с ядерными ракетами. Если это считать победой, то да. Если считать, что это вообще... Можно... Ты застрял в 22-м году. Вот так... Вот решил так, а о чём мне дальше двигаться? Вот в 22-м году, как у нас были эфиры, вот там кто-то застрял и окопался. Давай не вешать ярлыки. В отличие от украинской армии, у тебя, старого, злого киргиза, получилось по-практизански окопаться. Давай не вешать ярлыки. Я вижу... Я не вешаю ярлыки. Есть вещи, которые... Я прекрасно вижу... Я прекрасно вижу эти проблемы, которые чаще за собой Украина и украинская армия. Но мы не можем от этих цель главного, что если бы к началу контрнаступления у Украины было бы то вооружение, которое поставляется сегодня, то результаты были бы совершенно другими. Украинская армия тогда бы вынесла агрессора на границе 91-го года. Это несомненно. Да. В Украине, так же, как и в России, просветает коррупция. Да, там просветает воровство и так далее, и так далее, и так далее. Но это другая страна принципиально. И двигается она в другую сторону. И не признать этого... Да. Говорите. Значит, почему я говорю, что я застрял? То, что для России эта война не пройдет безнаказанно. И то, что исторически, стратегически Россия проиграла в результате этой войны очень сильно было понятно 24 февраля 22-го года, и с тех пор мое мнение не изменилось в этом отношении. Другой вопрос, исторически, стратегически или вот конкретно сейчас. То есть у человека, может быть, большие проблемы с будущим, но вопрос, что у него состоящее. Мы нам объясняли, что Россия очень в скором времени из-за гнета санкций начнутся большие трудности. Это будут трудности, что даже этот речной траванчик не смогут запустить, что никакой этот дрон не смогут поднять, этого не смогут сделать, того не смогут делать, ничего не смогут делать. Теперь. Россия пришлось ради для ведения войны. лечь под Китай, записаться под него практически сателлитом. Более того, сейчас у нас есть плюс-минус информация о том, что вот российские увольнения в Министерстве обороны, они были вызваны желанием Китая. Типа, если вы хотите, чтобы мы вам помогали вести войну, пожалуйста, разговоритесь собственной коррупцией в Министерстве обороны. Ну, это одна из версий. У меня другая информация. Я понимаю, что это не единственное. Есть версия, что готовился военный заговор. Есть версия, что просто Путину надо переключить внимание и на кого-то сделать. и так далее. Но то, что коррупция действительно, реально является чуть ли не главной проблемой российской армии, я думаю, ты спорить не будешь. Да, она не проблема для российской армии, для России коррупция. Коррупция система, образующая явление в России. Если убрать коррупцию, то страна рассыпется еще быстрее, чем от десятка атомных бомб. Если убрать из России коррупцию. Не согласен. Смотри, примерно так мне объясняли про Грузию. Ты же понимаешь, это Грузия, там на это вот так, вот так все это. Это так, так страна работает, дорогой. Вот дорогой так считал, после этого пришел Саакашвили, и там про него очень много говорить плохого, но он взял коррупцию и ликвидировал. Но для этого нужно делать хирургическую операцию. Для этого он ликвидировал целые ведомства. Не просто информировал, а ликвидировал. То есть, это возможно, правда? А потом мне то же самое говорили про... Это возможно в Грузии, потому что Грузия маленькая страна. Ты как политолог лучше меня значительно должен знать, что то, что возможно сделать в маленькой стране, с населением там 3-5 миллионов человек, условно говоря, невозможно сделать в стране населением 100 миллионов человек. Невозможно. Окей, в Азербайджане это сделали, да? А теперь я тебе объясню про население не 100 миллионов, а больше миллиарда человек. Я имею в виду Китай. Переход от социализма к капитализму. Когда... И обратно. И сейчас переход обратно. Когда производство передается и все остальное, неизбежно владел огромную коррупцию. И по идее все умные политологи, гениальные головы, которые типа знали советский опыт, объясняли. Я много раз это слышал, что Китай развалится, как Советский Союз. Там будут свои олигархи, которые захватят власть, все остальное. Но в Китае коммунистическая партия, которая решила командовать переходом к капитализму, начала расстреливать. Они настолько много расстреливали, что коррупцию они... Они не ликвидировали ее, конечно, но они свели ее в состоянии, когда она не угрожает безопасности капитализма. Поэтому в России... Давид, ты сравнил божий дар и яичницу. Есть различия не только в размерах, есть различия в менталитете нации, есть различия в идеологии, есть различия как бы то, что сделал Китай, тот путь, по которому его повел Дэн Сайпин, сохранив коммунистическую... сделать переход к капитализму, сохранив руководящую роль коммунистической партии, сохранив коммунистическую идеологию, сохранив власть партийных как бы руководителей на местах и всю систему контроля снизу доверху, начиная с домовых комитетов и прочего, и прочего, кончая социальным рейтингом. То, чего в России нет и не будет и невозможно сделать. Россия, убрав коммунистическую идеологию, заменила ее идеология коррупции без крайней и без политической насилии. Коррупция это не идеология. Коррупция это способ существования. В России работает система образующая. Как в свое время в России, в той России, в старой России, отдавались волоски, отдавались губернии, отдавались на кормление. На кормление. Как происходит еще? В России работает система, я ее называю система вор. Взятка, откат, распил. Взятка, откат, система вор. Поэтому сравнение никак не правомерное. Окей, но немножко уменьшить ее можно. Ты просто взял фразу в лес и мы пошли по совсем другому пути. Я хочу закончить. Так вот, именно китайцы, которые хотят, чтобы в России уменьшить, то есть условно мыши есть везде, но можно сделать так, чтобы ты выходил из дома и не видел мышей снующих около подъезда. А вот они хотят, чтобы в России мыши где-то прятались в канализации, а не снували возле подъезда. И одна из причин может быть именно это, что были отставки, но и в любом случае коррупция очень мешает. Поэтому назначение Белоусова это именно назначение человека, который будет считать деньги. Вот. И более того, насколько я знаю, сегодня американские партнеры требуют у Украины, чтобы они сделали со своими коррупционерами примерно то же, что сделал Путин. То есть просто симметрично. И украинское руководство говорит, вот и тут Путин подложил свинью, сволочь. Вот. Примерно происходит так. Так вот, чего я хотел сказать. Есть эта ситуация, есть санкции, но вопрос давай я тебе задам. У меня нет ответа. Есть варианты, я не знаю одного, я послушаю, что я видел. А почему санкции против России не сработали? А кто тебе сказал, что они не сработали? Извини, но ожидал полное разрушение. Просто мы по наивности ждали, что экономика перестанет работать. Но экономика никогда не перестает работать. Никогда. Даже если огородить стальным забором, внутри сама собой образуется некая уродливая, извращенная, но экономика. И она будет работать. Даже если загнать всех в один концлагерь, перестать поставлять туда хлеб, газ и воду, люди найдут что кушать и построят свою какую-то... Там ожидалось гораздо худше. Ожидалось да. Ожидалось да. Но безусловно, в облогом просчитались, полагая, что русские экономисты все такие глупые, что Центробанк России такой как бы глупой, они там как бы оказались хорошие, умные, хорошие, о скобочах говорю, профессиональные экономисты, профессиональные специалисты, и надо отдать должное самому Путину, он тоже не пошел до конца, он не стал держать курицу, которая несет золотые яйца, он не убил малый бизнес, он не дал до конца обобрать средний класс, поэтому как бы не сработало так, как хотели американцы. Но Путин как экономист его экономические воззрения, они полностью вкладываются в правый неолиберализм, будем говорить так. Но тут есть такая хорошая книга Агаты Демаре, она называется «Обратный эффект санкции». Агата Демаре, она один из самых крупных консультантов Евросоюза по разным вопросам, в том числе работала в Москве, работала и так далее, проверяла эффект санкций. Она считает, что санкции, став вот таким важным инструментом, вот в этой книжке описывается, они приводят к ослаблению иногда и того, на кого наложили санкции, но прежде всего тех, кого наложили. Потому что вот для Америки когда-то Бродский, я помню, это постоянно привозил, пример, Бродский, беседуя с Киссинджером в Белом доме, он ему задал вопрос, а вот если американскую внешнюю политику выразить одним словом, какое это будет слово, Киссинджер ему ответил, мы торгуем, то есть мы налаживаем это, 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 поэтому открываем тут дорогу, там дорогу, тут дверь, там окно держим открытым, все остальное. вот когда Америка начинает создавать, закрывать окна, закрывать двери, прежде всего для себя, особенно когда если она делает это только в отношении Ирана, ну, и то Иран как-то найдет, как продавать свою немцу. Понятно, что на Иран это влияет, вполне возможно, что вот этот вот вертолет, который упал, он упал не из-за того, что его кто-то подбил внутри, а просто из-за того, что это старенький американский вертолет и новых запчастей нету, да, из-за санкций. Но тут есть еще одна вещь, когда накладываются санкции, санкционная война идет с Россией, с Китаем, самая большая по населению страна, самая большая по территории страна, то постепенно Америка своими руками снова создает то, что когда-то было в двухполярном мире, новый центр сил. Вот они создают новый центр сил, где есть огромная Россия, где есть Китай, где есть эти бывшие советские республики, и перед этими бывшими советскими республиками сегодня ставят вопросы. Вы подумайте, то есть вначале все рванулись от России, вначале все думали, но сейчас видят, что Россия не проигрывает, и посмотрели, что происходит в той же Грузии, с тем же Казахстаном движением, с тем же Киргизией. Я уже не говорю о том, что для огромного количества из них помогать Россию обходить санкции, это просто стало одним из главных источников национального дохода. Для той же Армении. по Армении за 22-й год был рост ВВП на 13%. Это было... Окей, ты меня убедил, я хочу только задать один вопрос. Да. Значит, исходя из того, что санкции можно обойти, что их можно каким-то, что они каким-то образом работают против того, кто эти санкции накладывает, значит не нужно было санкции накладывать, так получается. Значит нужно было сказать, окей, пусть они воюют, пусть они захватывают, мы будем поставлять им стратегические, продолжим поставлять им стратегические материалы, мы позволим им продавать свой газ, свой мех, мы будем делать вид, что ничего не произошло, так же торговать с ними. А зачем противоположную сторону доводить до абсурда? Я делаю, я делаю, я делаю. У тебя получается ситуация могу копать, я делаю прямой выбор, что и что. Нет, Ромкин, у тебя получается ситуация, могу копать, а что еще можешь, могу не копать, ну кроме того, чтобы не копать, у тебя есть там, можно молоточком, что-то, можно еще что-то. Знаешь, в чем я с тобой соглашусь? Что был нарушен главный принцип, санкции, особенно такие серьезные санкции, это как атомная бомба, их применение, их угроза, вернее, угроза их применения, она значительно серьезнее, чем применение, значительно страшнее. А вот, когда их начинают применять без разбора, да, тогда уже, как бы, с другой стороны нечего терять. не, а мы, что, было бы игра в франции. Ты говоришь, на Иран накладывали санкции и ничего. Ты хочешь жить в такой стране, как Иран, ездить на старой машине, печататься, черное чем, бояться, как бы, любого, любого полицейского и так далее. Санкции работают не так, как хотелось бы. Но сегодняшняя Россия, это не та Россия, которая была до 22-го года. Ты смотришь на Москву, о том, что она, как бы, процветает, якобы, жировать, но и она уже не так жирует, как раньше. И облавы на улицах Москвы, это совсем не показатель здорового государства. Поэтому... Можно ответить. Легко. Окей. Во-первых, начнем с этого... Москвы легче. Вот в Лондоне я был, и у меня было несколько встреч разных. И я в том числе встречался с людьми из Москвы. И вот сидит дама, и мы как раз сидим напротив Британского музея. И она вдруг говорит, я, говорит, одно удивляюсь, как у нас до сих пор сервис наших ресторанов и кафе лучше, чем в Лондоне. Про израильский сервис, уровень израильского сервиса, мы бы вообще не можем не говорить. Если бы я был на твоем месте, я бы ответил очень легко. Я бы ответил легко и просто. Да потому, что нищий человек держится на зарплату и работает в разы лучше, чем человек свободный. Наш сервис израильский держится на мальчиках, которые, девочка, например, официанты, которые после армии пошли немножко подработать. Они не держатся на свои места. Они в любой момент, если ты начнешь хамить, как в России хамят официантам, ты начнешь там хамить, ты будешь послан на забор. Никто за эту работу держаться не будет. Тебе не дадут хамить. А там можно хамить официантам. Вот и все. Окей. И другая дама моя, очень-очень-очень старая подруга, там 3000 с чем-то летней давности, живет в российской провинции, нашла меня через одну из российских сетей и начали беседовать, и она говорит, нас так хорошо стало, в смысле с началом войны. Я говорю, а что хорошо-то? Она говорит, ну как, открылась офицерский клуб, дочку взяли на работе. У мужа на заводе госзаказ. Большие деньги, то есть никогда не было так хорошо. А вот у меня она говорит, заказывают всякие культмассовые мероприятия, я там пишу сценарии, ставлю по школам, езжу по пригородам, все вот у нас это очень-очень хорошо. Поэтому вопрос стало плохо? Нет. О них есть ощущение стало хорошо. Создаются альтернативные центры, и эти вещи надо было продумывать. Одна из больших проблем заключается в том, что непродуманной политикой Запад загнал деньги назад в Россию, и вытащил из-за многих других вещей. И это была ошибка. Трудно с тобой не согласиться, Давид, но я думаю, что в нынешних условиях Запад учтет все неправильные подходы, которые были сделаны к противостоянию с Россией, и примет расчет эту новую реальность. А на этом позвольте нам сегодня закончить. Не забывайте ставить лайки, пишите ваши комментарии, расширивайте это видео в социальных сетях, и если есть такая возможность, делайте донаты, ведь правда, как известно, стоит денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА